Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Р.Э. Вот, смотри, даю тебе сегодня. Мы отдельно поговорим на еще одном уроке. Я надеюсь, что у меня получится сделать еще один урок на этой неделе. Именно что значит Р.Э., что значит именно видение и видеть. То есть это отдельная тема. Но я сегодня хотел поговорить о теме Дзда Ки, о одной из важнейших заповедей Дзда Ки, о важности этой заповеди. И также это о Десятине. Потому что именно наша недельная глава говорит Десятина. И слово Десятина, оно как бы повторяется. То есть наши мудрецы объясняют, почему повторяется слово Десятина. То есть давай десятую часть для того, чтобы разбогатеть. По-моему, слово Эсер и слово Маасер, оно также от слова Ошер. То есть тут есть однокоренные слова, игра слов, которые говорят наши мудрецы. Всевышний сказал, что отделяй десятую часть, и это позволит тебе разбогатеть. И мы должны понять разные части этого закона, почему Всевышний так говорит, откуда это пошло. Это еще пошло с Авраама Амину. Вот Яков, он как бы повторяет это слово, потому что он отделил двадцатую часть, то, что называется, хомош на еврите, вот, Всевышнему, и получил большое благословение. Слово Маасер, да, слово Десять, оно очень важно, потому что Всевышний дает обещание один раз, то есть такое конкретное обещание Всевышний дает, что тот, кто дает Маасер, относится к этой заповеди совсем внимательно, со всем вниманием Всевышний обещает ему богатство. И так же говорится, хотите меня проверить, да, отделяйте Маасер, и вы увидите, что вы разбогатеете. Как правило, Маасер так же позволяет человеку разбогатеть в десять раз больше. То есть Маасер – это особая заповедь, которая как бы помогает, как мы сказали, разбогатеть. И вообще понятие еврейское дзидака в корне отличается от понимания дзидаки у других народов. То есть у других народов слово дзидака от слова милосердия, то есть что человеку жалко какого-то другого человека, и он хочет на нем смилостиваться, и поэтому получается милосердие перед другим человеком. У нас же слово дзидака имеет совсем другой корень, слово цедек, от слова справедливость. То есть справедливо, если Всевышний дает тебе заработать, справедливо помогать другому еврею. Это справедливо. Даже если этот еврей этого не заслуживает. То есть мы не смотрим на его заслуги. Мы думаем, почему мы должны отделить от себя, от своей семьи, и дать кому-то другому, который как бы на первый взгляд этого не заслуживает. Потому что Всевышний говорит так, я вам даю изначально немного больше денег. То есть заработок ваш изначально на 10% больше. Эти 10% это не ваше. То есть если я вам дал возможность заработать, я вам дал силы заработать, я дал все вам реальные возможности, чтобы вы делали что-то, то и знайте, что корень вашего успеха лежит как раз в стаке. Что значит корень вашего успеха лежит в стаке? Это 10-я часть от дохода. Отделяя 10-ю часть, понимая, что эта часть не твоя, что Бог специально дал ее тебе, то пишется не столько богатый человек делает бедняку, сколько бедный человек делает богачу. Потому что именно это является залогом его успеха. Именно это ты показываешь Всевышнему, что я отделяю маленькую часть от того, что ты дал, показывая, что ты дал мне это для того, чтобы я это помог бедняку или кому-то другому. То есть все принадлежит тебе, и ты попросил меня, чтобы я помог кому-то другому. На самом деле Маасер это очень интересная вещь. Мы привыкли, что понятие это сдака или это идет на бедных. И как правило, это сдака идет на бедных, на бедных, и сдака идет на содержание синагог. На что может подойти Маасер? А вот Маасер идет на соблюдение любой заповеди. То есть если человек отделяет десятую часть, он имеет право воспользоваться этими деньгами для того, чтобы выполнить какую-то особую заповедь. То есть, скажем, к примеру, есть такое понимание, то есть если, конечно, он не сделал бы это за свои деньги, и у него не хватает, то он может купить еврейские книги на эту десятую часть, которыми он будет пользоваться. Единственное, что эти книги не считаются его, они лежат у него, он пользуется, но на них записано, что куплены они с Маасера, и он не может передать их по наследству. Вот. Есть еще одна вещь, это вызовы к Тори в Йом-Кипур. То есть все хотят быть вызваны к Тори в Йом-Кипур, но так как в Йом-Кипур обычно полная синагога, вызывает для того человека, который дает сдаку в этот день, то есть в этот день нельзя отдавать сдаку, но он обещает давать в этот день сдаку, вот, и за счет того, что он пообещал в этот день дать сдаку, его вызывает. И он это может делать из Маасера. Что значит из Маасера? У него там отделено, скажем, 3000 шекелей, и он эти 3000 шекелей может пообещать в Йом-Кипур до какой-то синагоги для того, чтобы его вызвали к Тори. Почему, объясняет Тора, он может это делать, потому что так бы он это не сделал, поэтому эти деньги идут на митцву. И, конечно, очень важно распределение дзадаки как таковой, оно очень важно, то есть есть специальные принципы распределения дзадаки, есть специальные условия, как она распределяется, первая там распределяется то, что тебе ближе, да, то есть, и мы знаем, что для нас, как бы, мы еще раз возвращаемся к тому, что слово «тздака» на иврите, оно означает справедливость, то есть, справедливость, что все принадлежит Всевышнему, и когда Всевышний тебя просит небольшую часть, маленькую часть дзаки, то есть маленькую часть твоего дохода отдать ему, то есть для бедняков, отдать в синагогу, сделать что-то хорошее, да, то человек как бы должен понимать, что делая это, это является зароком его благословения, потому что в предыдущей недельной главе говорилось о слове «благословить», вообще понятие слова «благословить» «береха», от слова «барех», «леаврих», то есть спустить вниз, может сделать как раз только человек, который занимается материальной деятельностью. Скажем, примерно, что первый, кто сделал «бареха», кто «бареха» это Всевышнего, кто благословил Всевышнего, это был Итро. Итро, почему не Маше, мы спросим, это уже был Маше, Авраам и все, а про кого первого говорится, что он благословил Всевышнего? Именно Итро. Почему Итро? Потому что Итро побывал в этом мире, он ощутил на себе весь материальный мир, и он, отказавшись от этого мира, поднялся на определенный уровень для того, чтобы принял Геюр и привел во всем мире имя Всевышнего стало известно. Так и каждый человек, каждый бизнесмен, каждый человек, когда занимается материальными делами и говорит какое-то благословение, или не работает в шаббат, или выполняет еще какую-то заповедь, это приводит к тому, что в мире идет благословение всей деятельности и благословения Всевышнего. То есть, по-настоящему, кто может благословить Всевышнего? Человек, который взаимодействует с этим материальным миром, он в этот мир впускает Всевышнего, то есть спускает, потому что слово браха, слово леаврих, то есть он спустил Всевышнего в этот мир. И здесь очень важно, что карбонот, то есть жертвоприношение в нашем мире, они также соответствуют садаке, то есть садаке, это как бы пишется, что в наше время карбонот можно заменить садакой. Почему садакой? Потому что сейчас мы это скажем. Что значит, когда человек ложит животное на жертвенник? Животное является прообразом, является прообразом той материальной скотины, которая находится в нем, потому что человек согрешит только когда его материальное я чего-то хочет. И он как бы отрывает свое материальное я, дает это к Всевышнему. В наше время садаке, это универсальный способ, универсальный способ исправить что-то. Почему? Потому что человек, когда берет и дает садаку, он дает самого себя. Вы знаете, очень сложно человеку расстаться с деньгами. Очень сложно человеку расстаться с деньгами. Почему? Потому что деньги это любое, практически любое удовольствие в нашем мире. За деньги можно купить все, кроме здоровья, как мы говорим, но и здоровье тоже можно купить за деньги, как часто бывает, что ты можешь попасть хорошему врачу только за деньги, еще остальное. То есть деньги – это то средство, которое может дать удовольствие твоим глазам, удовольствие твоим ушам, удовольствие твоему телу, всему твоему телу – это деньги. Человек, который берет и дает это кому-то, он вырывает от своего «я», от своего животного и дает это Всевышнему. То есть он вырвал от своего «я», он уменьшил своего «я». То есть в этот момент он превознес в ран духовности все свое существо. Все, что он мог потратить на себя, даже вот эту копейку, которую он мог потратить на себя, он это делает при возносе к святости. Так, следующий этап, который мы говорим, то же самое, что человек, который работает, занимается какой-то работой, отделяя десятую часть от того, что он работал, он поднимает всю свою работу на святой уровень. То есть, он может сказать, что, то есть, не только сказать, то есть, вся его работа была для того, чтобы отделить эту десятую часть, и значит, отделяя десятую часть, он поднимает всю свою работу, которую он делал вообще в течение всей недели, да, кроме шабата, надеюсь, да, то есть, он поднял это к святости тем посредством, тем, что он благословил Всевышнего и отделил эту десятую часть. И это очень важный аспект, который мы делаем. Для этого я хотел рассказать вам интересную вещь, то есть, интересную сипуру от Рэбэ, это такой глубокий сипур, когда Рэбэ очень хотел, чтобы люди разбогатели. И был случай даже там с людьми, когда Рэбэ сказал, кто-то хочет разбогатеть, поднимите руку. Вот. И люди подумали, знаете, как бы, материальность, это не самое важное. Они говорят, как они Рэбэ скажут, что они хотят разбогатеть, и они не захотели поднимать руки. Только несколько человек подняло руки. Рэбэ очень сильно там кричал, то есть, кричал, проявил эмоцию, скажем так. Он говорит, как так, вы не хотите взять деньги. Ведь деньги это вещь, универсальный инструмент для заповедей. Вы можете сделать столько много хорошего, но вы боитесь упасть в взаимодействии с деньгами. То есть, это уже от меня, я говорю, как те евреи, которые не захотели входить в землю Израиля, потому что они сказали, что когда мы будем заниматься материальной деятельностью, мы упадем в духовную. Вы боитесь упасть в духовную, и для этого вам все равно, что какая-то Ишива или какая-то синагога получит какие-то деньги. Вы не хотите разбогатеть. Кстати, все, кто подняли руки в тот момент, потом они очень разбогатели. То есть, как бы, Рэбэ сделал такую вещь. Есть еще одна вещь, когда много историй такой, но одну историю я хотел рассказать, я слышал Раба Шкенази, он слышал от какого-то Шалеха, что когда как-то кто-то Рэбэ отправил чек, он отправил Рэбэ чек, то есть, он сказал, Рэбэ, вот у меня есть какая-то бизнес, сделка, я прошу, чтобы Рэбэ помог мне, вот, и я хочу дать сдаку, и вот чек-потлох называется, открытый чек. Пусть Рэбэ сам пишет ту сумму, которую он считает нужной. Это были те времена, когда доллар еще был такой, доллар-доллар. И кто, он думал, он же не Хасид Хаббад, он думал, ну что, Рэбэ, он праведник, он любит меня, сколько он напишет? Он понимает, напишет там 18 долларов, 180 долларов, это уже большие суммы тогда были. Ну, сколько он напишет? Как вы думаете, сколько написал Рэбэ? Рэбэ написал 3000 долларов. Тогда это было баснословные деньги. Он когда это увидел, что в его счету там снялось 3000 денег, 3000 долларов, это такая громаднейшая сумма. И он не был Хаббадником. Хаббадник бы промолчал, он не был Хаббадником. Он думал, почему я не Хаббадник? Рэбэ как-то так воспользовался моей этой вещью. Но через, ровно через, там, меньше, чем через месяц, он заработал 30 тысяч долларов. То есть, Рэбэ, зная, да, что он сколько заработает, заранее взял у него массы. И так Рэбэ часто говорит, не ограничивайте Всевышнего. Давает сдаку, не ограничивайте Всевышнего. Что значит не ограничивайте Всевышнего? Дайте возможность вам больше заработать. То есть, тот момент, когда вы сами ограничиваете, не хотите давать сдаку Всевышнего, вы ограничиваете в том, что не даете ему дать вам заработок. Да, потому что, как бы, Всевышний хочет дать вам заработок. Но он дал прекрасное, универсальное средство, как заработать. И поэтому он просит, чтобы его не ограничивали. И самое важное тоже нужно сказать, что Тора очень серьезно относится к этому. Что значит серьезно относится к этому? Тора не разрешает давать сдаку больше 20% только в случае, когда вопросы жизни и смерти. Так говорит Алтарайба, он объясняет Тане, что пишется, что нельзя давать больше 20%, максимум, что человек дает 20%, потому что пишется, что если будешь давать больше, то ты можешь обеднеть и пойти по миру, то есть сам будешь просить сдаку. То есть если Тора больше 20%. Но с другой стороны, Алтарайба говорит, что когда вопрос жизни и смерти, а для нас любой вопрос является жизни и смерти, вопрос искупления, Алтарайба говорит, если человек чувствует, что он должен дать сдаку для того, чтобы кто-то выздоровел, для того, чтобы он исправил тот грех, который он сделал, то ему разрешается давать больше 20%. Но с другой стороны, если просто так раздать больше 20% без причины, Тора ему не рекомендует. Она говорит, что это вещь, которая может привести тебя к тому, что ты будешь сам нуждаться сдаке. То есть очень интересная вещь. И, кстати, очень интересная вещь, это во всем мире сдака это добровольная обязанность, как бы, и вообще это мое кредо. Я никогда, кредо я никогда не пытаюсь не просить денег. Почему? Потому что я могу намекнуть человеку, что есть расходы. Он захочет, да, с деньги сколько он захочет. Но самое важное, что для меня именно сдака это вещь, позыв души. Ну, для того, как мы говорили на прошлом уроке, что был позыв души, человек должен чувствовать. Для того, чтобы он чувствует, он должен говорить. Для того, чтобы он об этом говорил, он должен это думываться, обсуждать. Теперь, очень важно, да, чтобы это для меня, чтобы это был порыв души. Я не могу так обращаться, я не могу так просить там и все остальное, потому что мне как-то сложно это делать. Вот, но что важно, да, что вы будете смеяться, что в старые добрые времена, в добрые в кавычках я говорю, ну, они были добрые, что еврейская община, когда она была, саморуководство было, оно требовало давания сдаки. То есть это был не вопрос добровольного пожертвования, это был вопрос требования. То есть как бы налоговая система, еврейская налоговая, она работала в пользу бедных. То есть каждый город, у него была кухня, при кухне кормили бедных людей, чтобы им было что кушать. Вот, и на эту кухню был обязан давать каждый, кто мог, да. И если суд еврейский видел, что человек зарабатывает и не дает десятую часть, они могли взыскать с него эту десятую часть силой. То есть до такой степени, что они могли прийти и конфисковать какое-то имущество для того, чтобы он эту десятую часть выплатил. То есть такой был налоговый еврейский комитет. То есть закон Аллахи, закон Торы, который говорит, что человек, это его не просто благотворительность, это его обязанность. А что тогда благотворительность, что тогда больше, это больше 10%. Все, что больше 10%, это дзадака, это человеческое желание, человеческое сердце. Поэтому, как же мы говорим, эту тему очень важна, потому что я такой же самый, как и вы. У меня тоже есть чувства, у меня тоже есть, как бы, всякие эмоции, я тоже, как бы, материальный человек. И также мне тоже нелегко давать задаку, какие, наверное, каждому человеку. То есть есть чувства, когда человек задает. Но очень важно то, что сейчас я увидел, что когда я никогда не обращался, тут я обратился, что на 20-е ава, это день годовщины отца Рэба. Я сказал, что это для людей. Люди, это для вас. То есть то, что вы будете давать, увеличится в 500 раз. Вот, когда я это сказал, и мне начали скидывать какие-то суммы. И самые дорогие для меня суммы, вы не поверите, это полторы тысячи тенге, две тысячи тенге, две с половиной тысячи тенге. Даже вот эти вот суммы. Почему? Потому что я знаю, что люди дали от чистого сердца. И поэтому для меня очень бы хотелось бы, что если человек дает, он хотел это дать. Это очень большой уровень. Я счастлив и благодарен всем за вот такое вот внимание и такое отношение. То есть мы надеемся, что Всевышний, вот я хочу благословить вас от своего имени. Завтра я еду на могилу отца Реба, я буду молиться там и буду требовать, не просто просить, я буду требовать, чтобы все, кто помогает нам, нашей общине, чтобы Всевышний дал им большой заработок. Я имею право требовать. Рассказывается интересная история от Любайческого Реба, что как-то он сказал одному человеку, чтобы тот дал сдаку. И дал определенную сдаку. Этот человек сделал бизнес, но у него как бы нужно было вложить деньги, и он решил не давать сдаку. Он сказал, я вот со следующей сделки там сдаку, и он все проиграл. И когда он пришел к Ребу, я говорю, Реба, вот я просил Броху, все. Он говорит, понимаешь, если бы ты дал тогда сдаку, то я бы подошел к тому праведнику, который пообещал, что тот, кто дает сдаку, разбогатеет. И я бы у него требовал, чтобы ты разбогател. Но так как ты это не сделал, я не могу у него требовать. И поэтому как бы я хочу, чтобы каждый, кто дает сдаку, неважно копейку, две копейки, миллион и все остальное, чтобы они все очень-очень-очень разбогатели. И чтобы это богатство принесло им духовный свет, который они смогли озарить всех окружающих. И пользуясь случаем, я благодарен всем, кто помогает нам. Спасибо вам огромнейшее.